Здравствуйте, дорогие любители Вархаммера! И сегодня мы смотрим великолепную игру Мясную Ваху в режиме 3 на 3 На такой интересной карте, как Вархаммер На северо-западе у нас участник первой команды Он играет за желтого космодесантика, никнейм Зло Далее у нас Z2 Bravo Это Таусит, который располагается на севере И на северо-востоке у нас мега что-то там Ну просто буквами набил себе такой никнейм Это у нас игрок за Тау Очень сильная фракция в режиме 3 на 3 Второй клан представляет из себя Дантиста Играет на Хаусити, профильная раса Все вы хорошо известны с этим игроком Он реально бодрый и сильный, реально крутой пацан На самом-самом юге у нас играет Ширт Хататак Это у нас имперский гвардеец Он уже себе строит тут Так, во-первых, он заказал отряд командования Вот, говорю, генератор он тоже заказал Капит, делает все клево И на западе это дружинник некрон Но враги знают, кто такой дружинник И знают, что такое некроны Поэтому сразу моментально сюда приводится отряд Который пытается что-то ему сделать Но потом он, этот отряд разведчиков видит некронов И отсюда, о-о-о, бежали, побежали, побежали, побежали И подходят еще космодесантники Начинают стрелять Может даже подбодиблочить этими ребятами Вот, посмотрите, как они тупят Одну модельку убили Вторую модельку Убьют ли? Должны убить Но убьют ли? Третью вопрос Да, убили вторую А прикиньте, добил бы сейчас Вот это было бы фиаско настоящий Итак, что делают наши ребята? Они заказывают героя Пока что больше никого нет Только герой и несколько разведчиков И вот тут уже у тебя сдекают Пока ты бегал там врагу Опачки, получай ответочку Молодец А герой подходит, начинает в них стрелять Но не убьет он Не убьет Он убил одну модельку Но вторую убьет Да, молодец Третью уже вопрос серьезный Да, он убил три модельки Четыре Но они стоят по двадцатке Поэтому это 80 Всего 80 ресурсов Это не так много Сам он потерял в свою очередь 45 Плюс время на вот эту штучку Поэтому это не так трагично Что у нас делает Таусит? Мы видим то, что у него всего лишь два лимита еды Это значит то, что у него кроме героя Практически нету никого Кроме капера раз И где у него второй капер? Давайте посмотрим Где-то, короче, бегает Вот один, вот второй Вот его лимит И сейчас закажется вот этот чувак И это будет еще дополнительный лимит Но пока что только героем и играет Таусит второй у нас Имеет уже воинов огня Он добавил сюда дополнительную модельку Стоит в полупозиции Чтобы если сюда кто-то ворвался Можно было отбить эту Можно было отбить эту атаку Мы видим, что делает Таусит Таусит заказывает темное видение Чтобы видеть невидимых с помощью сектантов Тут есть отряд парней Тут есть герой И вот эти начинают стрелять по культистам Да, они реально покрошат культистов Это, конечно, не обсуждается даже Возможно, сейчас будет заказан второй генератор Чтобы побыстрее выходить уже в Т2 Думать о крабах каких-нибудь Имперские гвардеи заказывают дорогущего комиссара Напомню, комиссар стоит 40 энергии Герой у него целый невредимый Тут три отряда гвардейцев Будет еще дополнительный с комиссаром Все хорошо Прокачивается ЛПшка тут Тя чувствует максимально комфортно этот парень Единственное, что тут надо бы застроить точечку И Некрон У Некрона 60 ресурсов Его пытаются бить Его всю игру как-то донимают Если он достроит эти 2, то будет круто Но нету ничего, что могло бы ему уничтожить генераторы Почему? Потому что Если ты ворвешься в генераторы своими парнями Тебе просто нащелкают твоих юнитов напарники Вот что бывает с Войнами Огня Которые просто сюда пришли И они, посмотрите, заходят вглубь Это капкан Тут они все будут, скорее всего, похоронены Потому что Хаусид отрезает вот этих А вот эти должны захлопывать данную мышеловку И выигрывать уже Поэтому посмотрим, как это будет реализовано Давайте обратим внимание Мне кажется, что в принципе можно тут что-то придумать Прикольное, что-то такое кайфовое Ну, в принципе, посмотрим, что из этого выйдет Вот, кстати, имперские гвардейцы Они стоят и атакуют тут всех В принципе, выглядит это довольно-таки красиво, да? Мясная ваха, я обещал Будет мясо, будет мясо Ударила способность обелиска Очень сильно наштрафовала космодесантников Они уже чувствуют себя не так круто Космодесантник что, пришел и все тут отдал? Ахаха Неужели, неужели Сектанты тут добивают воинов огня Ну, не дают им жить спокойно Это круто Сюда уже подходят парни Заказываются воины некронов Такое ощущение, что этот пушк космодесантика Был полностью, полностью провален И переходит в Т2 Космодесантик не имеет ни-че-го Он заказывает, конечно, штурмовиков Но он просто слил свою армию Молодец Отличная работа И строит генераторы Хотя, зачем генераторы? Нужно хотя бы армию подстроить Хотя бы два взвода штурмовиков Как минимум А наш Таусид Заказывает воинов огня У него большие ресурсы У него есть Т2 И он уже начинает строить Че, еще один генератор? Ну, хорошо Я думаю, воинами огня поиграет Ну, ладно Можно и так Можно и так Ох Космодесантник сейчас Это называется Душа висит на нитке А думает о прибытке Сейчас придут И просто космодесантника Могут закончить Куда он строит? Я не понимаю Че он Обидно И в Т2 нажал Так И второй наш Таусид Что делает? В Т2 он вышел Это все сделал У него армейка тут стоит Но если сюда кто-то запрыгнет Будет уже гамбелла Поэтому надо строить технику Которая будет возить Его воинов огня Как минимум Это нужно Вот уже Данный кремовый Таусид Красного приглашает нападать Ну, посмотрим Что будет Давайте глянем Дантист пока что Только на 60% На выходе в Т2 В принципе у него По ресурсам все хорошо И свою армию Он держит У своего товарища На базе Потому что Некрона надо защищать Все это знают Тем более то Что они Игроки опытные И играют давно И друг друга знают В принципе Понимают Что нужно делать В командных играх В свою очередь Имперский гвардеец Имеет большое количество ресурсов И пока что Да Только выходит в Т2 Какую мы делаем Констатацию факта Мы делаем Констатируем То что Второй клан То есть те которые Внизу начинают Вот эти вот ребята Они немножко позже Выходят в Т2 Но сейчас Конкретно Армия у них Сильнее Вот это Стоит признать Реально Стоит признать Космодесантник Возможно Вышел в Т2 Возможно У него Слишком много Уже Но Сейчас посмотрим Как давят Наши фавориты Только сейчас Обратите внимание Строится техника За то Какое тут Количество воинов И рапторы есть С избранными И тут Космодесантники Хаоса И смерть слабым Возможно Только что Была прокачена Да Мы видим То что смерть слабым Прокачалась Видите Вот эта вот фигня Вокруг Избранного Это и есть Смерть слабым Это говорит о том Что командиры Очень Очень Толстые У них 1375 Хпс Не ошибаюсь Они уже Заходят в базу Будут тут Кончать Своих противников Да Имперский Гвардеец Он тоже Тут имеет Ребят Тут и в него Тоже два отряда Тут у него Тоже чуваки Он будет Скоро Возможно Выдавать Даже тяжелое Вооружение Да Он поэтому Но На передовой Все таки Отбив Решил сыграть Есть Немеханизированные Войска Будет Сейчас Заказываться Какая-то техника У Некрона 90 Прирост Просто великолепно У него Тут есть Свежаки Раз Отряд Свежаки Два Отряд У него Есть тут Герой И к нему Подходит Уже дух Все великолепно Знает Что нужно делать Знает Когда нужно делать И своих противников Держит на базе Тем временем Заказался Тут Дредноуд Раз Дредноуд Два Ну Он конечно Стреляет Но он не может Всех убить Даже Два Дредноуд Заказалась Библиарня Но вот Вопрос Зачем Библиарня На самом деле Прямо Конкретно Тут Надо Уже В технику Было Был Упарываться Если Без шуток С глобальными Амгрейдами Со всеми Штуками Тут Герой Просто Никак 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 Изменит Да Он Может Кинуть Способность Смайт В отряд Покосать Их на 30% И умереть Стоит оно того Сомневаюсь Даже если он Кинет Закажет Допустим Серых Рицарей Кинет Ими Способность Тоже Они Ну Никого Не Убьют До конца Поэтому Надо Просто Стоять Реально Продолжать Заказывать Вот этих Дредноудов Поддержки Дредноуды У него Загуляли Получат По лицу Таусит Имеет Все Чтобы Выиграть Но Я бы Не сказал То что У него Это Получается Потому что Довольно таки Тяжело Хилые Транспорты Скаты Пока что Ничего Не получается Сделать Второй Таусит Мы видим Армию У него Не так Уже Много Вот тут Уже Размочили И как бы Ты чувствуешь Ся уже Некомфортно Понимаешь Типа Так что Короче Это не круто Не круто Вообще Мне не нравится А Донтист Обалденно Имеет Транспорт Носорог В котором Сидят Парни Есть Краб Двое Чуваков Сюда Он добавляет Болтеры Дополнительные Чтобы были По 4 Болтера Огромный Какой-то Урон Просто Жесть Краб Стоит Настреливает Посмотрите Как они Разлетаются Все Есть Армия Есть Энергия Есть Осталось Только Дозаказывать Дополнительных Крабов Но Возможно Он будет Выходить В 5-3 Чтобы заказывать Посессидов Или еще Каких-то Других Юнитов Блин Вот эти Вот Два Отряда Это Просто Жесть Они Реально Тут Всех Хоронят Имперский Гвардеец Тоже В свое Время Тратит Ресурсы Тут У него У него Есть Армия Все На Свете Все Хорошо Броня Хорошая Два Отряда Василиск Тяжело Вооруженный Отряд Это Жесть Если Есть Некрон В команде То Конец Любому Тау Да Не Только Тау Конец Любому В принципе Потому Некрон Это Сила 112 Прирост Ресурсов Даже Есть Небольшой Флуатик И Просто Начинает Гасить Поэтому В принципе Парни Которые Играют За Хаос За Других Ребят Они Просто Взяли И Всех Тут Балдежно Победили Посмотрите Вот Они Хаоситы Вот Они Всех Тут Замочили И Крабик Очень Прикольно Поднял Свои руки Вверх Как Будто В какой-то Прикольной Песня Есть Песня Такая Краб Рейв Кто не видел Можете Загуглить Краб Рейв Там Крабы Танцуют По ресурсам На первом месте У нас Дружинник Некрон На втором месте Хаосит На третьем месте Имперский Гвардеец Великолепно Сыграно Большое спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь До новых встреч